Намасте! С вами добрый волшебник Ананда. Сегодня я представляю вашему вниманию Сурья Намаскар или поклонение солнцу в переводе с санскрита. Сурья Намаскар или поклонение солнцу относятся к древнейшей индийской традиции, а точнее к Ведам, одним из древнейших или самым древним писанием человека. В традиции Вед Сурья Намаскар это были поклонения с помощью так называемых мантр или звуковых кодов. Существует 12 таких кодов. Каждый из этих кодов, каждый из этих мантр относятся к определенной ипостаси Солнца. И речь здесь идет не о физических свойствах, а о духовных. Человек, который повторяет эти традиционные мантры солнечные, он самостраивает свой ритм с ритмом Вселенной. Соответственно, он становится здоровее, сильнее, осознаннее. То, что мы будем делать, это физический аспект Сурья Намаскар. Он относительно молодой. И существуют различные последовательности в различных школах йоги, в различных школах хатха-йоги, если быть более точным. Когда я провожу Сурья Намаскар, это всегда разные последовательности. Они зависят от физического развития ученика, от группы в целом, от времени года, от фаз Луны, от времени дня и от цели, которые преследуют в конкретном случае практик. Ту последовательность, которую я представлю вам сегодня, она первая, которую я много-много лет назад изучил. Чем характерна эта последовательность? Она не требует больших физических сил. Ее можно выполнять в своем ритме, каждый выполняет в своем ритме, но ее характерность – это поток. Есть 12 поз, 12 асан, но выполняются они как одно непрерывное движение, сочетаемое с дыханием. То есть дыхательный цикл накладывается определенным образом на 12 форм. Я рекомендую практиковать Сурья Намаскар на восходе солнца. Но если вы не можете встать на восходе солнца, ничего страшного. В любом случае рекомендуется практиковать Сурья Намаскар утром, в идеале, на свежем воздухе. Но если вы по какой-то причине не можете делать это на улице, делайте это в хорошо проветриваемом помещении. Практикуем босиком. И желательно тоже, чтобы тело было открыто. Ну, насколько вы можете себе позволить из-за температуры внешней. Итак, мы переходим к практике Сурья Намаскар. Сначала я вам покажу отдельно каждую форму. Потом мы медленно попытаемся их соединить. А потом попытаемся сделать их чуть быстрее. Опять же, если вы не можете делать это в том ритме, который задаю я, вы можете делать это в своем ритме. Количество повторений. Существует, как я вам сказал, в этой последовательности 12 форм. Но повторяются они дважды. То есть, полная последовательность это 12 умножить на 2. Разница между первой и второй последовательностью в третьей форме, где мы уводим назад сначала левую ногу, а потом правую. Таким образом, я рекомендую вам проделать хотя бы 5 повторений. То есть, 12 на 2 – 5 раз. Если вам тяжело, делайте столько, сколько можете. Если вы чувствуете, что вы можете больше, делайте столько, сколько вам комфортно. Индикация того, что вы делаете правильно. В результате практики вы чувствуете прилив энергии. Суина Маскара разработана таким образом, чтобы энергия, лепрана, пробуждалась постепенно во всех энергетических центрах. И двигалась по основным каналам чакры, энергетические центры. И нади – это потоки энергии в теле. Кроме этого, Суина Маскара постепенно раскрепощает основные суставы, растягивает и укрепляет основные мышцы тела. Также работая со связками, сухожилиями и со всей фасцией. Кроме этого, она активно развивает легкие, работает желудочно-кишечным трактом. Двигает лимфу, таким образом удаляя из тела застой, удаляя токсины. Также она работает с железами, с эндокринной системой. И за счет работы с эндокринной системой у вас меняется ваш эмоциональный фон. Ваш эмоциональный фон поднимается за счет активизации эндорфинов, дофаминов, серотонинов в организме. И ваш день после практики Суина Маскара будет на порядок качественнее и лучше, чем если бы это было без практики. Итак, начнем. Встаем на ножки. Первое положение. Стопы вместе. Можно чуть-чуть развести пяточки, а большие пальцы вместе. Убедитесь, что вес тела расположен равномерно между правой и левой стопой. И также вы не наваливаетесь вперед на пальцы ног или не откачиваетесь назад. То есть вес тела равномерно уходит примерно на центр стоп. Мы вытягиваемся макушечкой вверх, подбровок чуть-чуть внутрь. Руки опущены вдоль туловища, плечи не скатываются вперед, но и не откатываются сильно назад. Мы упираемся ногами в землю, как бы укореняемся в землю, а макушкой тянемся к небу. Теперь руки складываем перед грудью. Ладони сложены плотно и слегка прижаты к центру груди. И руки тоже прижаты слегка к бокам туловища. Дыхание. Только через нос кончики языка прижат к верхней десне за передними зубами. Это положение языка называется набхимудром. Его нужно держать постоянно. Язык не отрывается от верхней десны. Это первое положение. Теперь ко второму. Мы раскрываем ладошки сначала к груди, потом разворачиваем их друг к другу. И медленно опускаем по центральной линии вниз до конца. Опустили. Руки выпрямлены. Теперь поднимаем руки вперед. Вверх до конца. Максимально вытягиваемся. И после максимального вытяжения мы делаем легкий прогиб назад. Прогиб должен быть комфортным. Без боли в поясничном отделе или в любых других отделах. Здесь важно не заваливать голову и не ломать поясницу. А создать такое как бы натяжение, как подобно лугу. Равномерное распределение растяжения. Первым раскрывается грудной отдел. После этого в дополнение можно давать поясничку и шею. После этого мы ровной спиной наклоняемся вперед. Мы идем максимально с ровной спиной вперед. И пытаемся опустить ладошки на пол с прямыми ногами. Если вы не можете дотянуться руками до пола, вы сгибаете коленки и опускаете руки плотно по бокам от пола. Это важно. Руки плотно лежат. В этом положении мы остаемся с точки зрения рук до тех пор, пока не поднимемся опять. То есть руки постоянно прижаты в одном и том же месте к полу. И тут мы либо с прямыми ножками, либо с омутыми в коленях пытаемся наклониться и прижаться к ногам. Следующая форма. Левая нога первая уходит далеко назад, опускается далеко назад коленом и подъемом стопы. То есть пальчики ног оттянут назад. Промежность раскрывается вниз. Живот идет вперед. Грудь раскрывается вперед и подбородок вверх. Руки толкают пол. Задняя нога полностью прямая. Теперь пальчики левые ноги внутрь. Отталкиваемся руками и выводим правую ногу назад. Корпус ровный. Попа не поднимается вверх, не заваливается вниз. Ровно в положении от пяток до макушки. Потом. Следующая форма. Опускаем коленки. Делаем такой прогиб в пояснице, такую кошечку. Толкаем назад до конца, до пяток. А теперь мы пытаемся проскользить вперед как можно ниже к полу. Идем вперед вниз грудью. И пытаемся грудь прижать к полу между кистей. Попа вверху. И теперь, если получается, мы прижимаем к полу лоб. В этой форме у нас восемь точек касаются пола. Называется аштанга намаскарасана. Поклонение восьми органам. Лоб, кисти, грудь, два коленка и пальца ног. Потом мы проскальзываем до конца, полностью выпрямляемся. Пальчики ног оттянули. И здесь мы поднимаемся вверх, прогибаясь в спине, но не за счет рук, а за счет экстензоров спины. Идет голова сначала вверх, потом плечи откатываются назад, раскрывается грудной отдел. Все. Остановились. Теперь пальцы ног внутрь и толкаем себя назад. По возможности мы толкаем себя назад на прямых ногах и прямых руках. И выводим себя вот в такое положение, которое называется собака мордой вниз. Если вы не можете выйти в это положение с прямыми ногами, вы отталкиваете себя руками к согнутым коленкам, а потом толкаете таз вверх и напрямляете ногу. И отсюда мы выводим вперед левую ногу, которая уходила назад. Стопа должна выйти между кистями. То есть наша голень 90 градусов по отношению к полу. Опустили правое колено, отпустили подъем стопы. И раскрываем вниз промежность. Пальчики правой ноги тянутся сильно назад. Грудь раскрываем и подбородок вверх. Теперь пальчики ног внутрь правой ноги. И толкнули себя ногой. И подсоединили правую ногу к левой. Оп. И мы оказались в положении, в котором мы уже были. Либо с согнутыми коленками, либо с прямыми ногами. И теперь мы выводим ноги вперед. Как можно дальше. И поднимаемся с ровной спиной. Вверх, 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 вверх. Вытянутись максимально. Опять легкий прогиб. И руки перед грудью. Последнее положение. Двенадцатое. Оно и первое, с которым мы начинали. Давайте сделаем еще раз эту последовательность. Только назад уйдет правая нога. Сейчас я наложу дыхание. На 12 форм. Делаем сначала вдох. Раскрыли кисти. Вниз выдох. Вперед, вверх. Вдох. Легкий прогиб. И возвращаемся вниз. На выдохе. Лицо вперед. На вдохе. Правая нога. Большой шаг назад. Коленка. Подъем стопы опустили. Раскрылись. И теперь мы задержали дыхание. Пальчики правой ноги внутрь. Левая нога ушла назад. Это все задержка дыхания. Теперь мы опускаем коленки. Прогибая поясницу, толкаем попу назад. И выдыхая, скользим вперед. Грудь между кистей. Лоб. И продолжаем скользить до конца. Это все выдох. И теперь на вдохе прогибаемся вверх. Опустились. Пальцы ног внутрь. И на вдохе. Прошу прощения. На выдохе. Или с прямыми ногами. Или с коленок. Толкаем себя назад. Выдох. Лицо вперед. На вдохе. Правая нога. Бежду кистей. Опустили колено. И подъем левой стопы. Прогнулись вверх. Пальцы на внутрь. На выдохе. Полкнули себя левой ногой. Прижались к ногам. На вдохе. Руки вперед. Поднимаемся. 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 Вытягиваемся максимально вверх. Горький прогиб. И на выдохе. Кисти перед грудью. Прекрасно. Давайте сделаем еще. Несколько раз. Попытаемся создать поток форм. Не останавливаясь ни на одной из них. И начнем медленно. Вдох. Раскрываем руки. Выдох. Вдох. Вытянулись. Прогнулись. Выдох. Вдох. Левой назад. Далеко назад. Пальцы ноги. Вдох. 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 Втаз вверх. Вдох. Левая нога между кистей. Колено правое. Подъем. Стопой. Прогнулись. Пальцы ног внутрь. Толкнулись. Вперед. Выдох. Вдох. 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 Прогиб. Вдох. Пальцы ног. Вдох. Вдох. Правая нога, нога, вдох Пальцы ног, задержка Левая назад, коленки Попа, выдох Вдох Опустились, пальцы ног Внутрь, выдох, таз вверх Правая, вперед, вдох Толкнули себя, левая назад Ногой, выдох Вдох, поднялись Выдох Давайте еще одну полную последовательность Если можно, чуть быстрее Вдох Выдох Вдох Выдох Левая выдох Задержка Выдох Вдох Пальцы ног, выдох Левая вперед, вдох Правая вперед, выдох Вдох, вдох Выдох 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 Вдох 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 Правая нога, вдох Задержка Коленки Коленки Попа Выдох Вдох 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 И выдох Вдох 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 Можно с закрытыми глазками понаблюдать за состоянием, что происходит с дыханием, что происходит во всем теле. Можно почувствовать изменение активности энергии, почувствовать изменение в эмоциональном состоянии, в тонусе мышечном, в том, как тело ожило после практики сольного мозга. Хорошо. После сольного мозга можно мягко опуститься вперед-вниз, можно сесть и, если у вас есть время, посидеть немножко, понаблюдать за ощущениями, дать телу пропитаться эффектом сольного мозга. Если вы устали, вы можете лечь в шавасану, позу трупа, выложитесь на спинку, вытягиваете ножки вперед, руки слегка в стороны, ладони обращены вверх, глазки закрыты и побудьте еще несколько минут в бездействии, в осознанном безделье. На сегодня все. Спасибо, что были со мной. Если вы не подписаны на наш канал, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте, как ваши успехи в практике, что у вас получается, что у вас не получается. Делитесь со своими близкими, друзьями. На сегодня все. С вами был Добрый Волшебник Ананда. Намасте.